всем доброго времени суток и так чтобы понять границу ковра мы кинули ее без клея перед этим уложили напольную плитку здесь видно границы ковра соответственно ограничиваем ковер целой плиткой а между ковром и напольной плиткой у нас есть расстояние под фрезы и все вставки мы делаем по факту после всех вычислений чертим границы ковра далее приступаем к укладке напольную плитку мы клали на гребенку 10 миллиметров а ковер на гребенку 8 миллиметров это из-за того что толщина напольной плитки составляет 9 миллиметров а толщина плитки на ковер 10 миллиметров таким образом мы добиваемся чтобы наши полы были одного размера посмотрим как ложится плитка без промазки ну вроде неплохо заполнение процентов 95 это хороший результат из-за того что слой клея маленький у нас не получилось использовать систему выравнивания полов соответственно мы хорошо подготовили поверхность пола тем самым при минимальном слое плитка просто повторяет поверхность пола и у нас получается все идеально кстати есть первая часть ролика называется подготовка из чего начать кто не видел первую часть я на нее оставлю ссылку в описании видео а также оставлю ссылку на мой канал в яндекс дзен переходите по ссылке и подписывайтесь там также я буду выкладывать много что интересного закончили класть плитку на ковер и сейчас будем готовить фрезы ну и параллельно докладываем всю напольную плитку итак выставляем на плиткорезе нужный нам размер и берем плитку это присоска плитку не берет так как плитка фактурная мы попробуем применить специальную помповую присоску и так попробуем отлично держит попробуем зацепить с обратной стороны плитки да держит будем ее применять попробовали распустить эту плитку и результат нас не порадовал плитка перепрессованная и так как специальный плиткорез у нас на другом объекте попробуем распустить с помощью простой воды раньше как-то пробовал и получалось так попробуем ну что ж вроде получается и с этим неплохо справляется и 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 теперь порежем узкий фриз так как мы не можем выставить линейку на маленький размер делаем шаблон здесь тоже для того чтобы резать без проблем применяем воду и 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 после того как нарезали все заготовки полируем далее чтобы фриз ровно ложился в разбежку крайние плитки режем в нужный нам размер после чего формируем угол и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Тонкие фрезы мы дублируем с толстыми, как одно целое, и так делаем все 4 угла. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok После того, как все подготовили, приступаем к укладке фрезов. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Закончили с нашим ковром и теперь нам надо доложить напольную плитку Для серийной резки выставляем линейку в нужный нам размер и режем Субтитры сделал DimaTorzok Далее, далее докладываем плитку. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А также, а также мне пришлось приобрести специальные грибенки Алиэксперт Тут у нас раздвижная грибенка на 12 мм И на 8 мм также раздвижная с регулировкой по высоте и с перегородкой. Это также для укладки второго ковра Будем применять разные грибенки из-за разной плитки по высоте, но это вы увидите уже в следующей третьей части А у меня на сегодня все. Всем пока! Спасибо за внимание! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok